девочки всем привет сегодня у нас видео будет видео о хайлайтерах и да будет еще видео посвящено хайлайтеры в моих палетках и хайлайтеры палетками все очень сложно но может показать показаться немножечко хаотично здесь же у меня вот одиночные хайлайтеры пудровые cream to powder то есть кремовые которые уходят превращается в пудровую текстуру и жидкие хайлайтеры и о них мы сегодня будем разговаривать конечно девочки для жизни может быть можно иметь один или два хайлайтера там один если вам нравится всего лишь один оттенок он вас устраивает два можно иметь зимний и летний хайлайтер и но если вы вот любите именно текстуры оттенки экспериментировать то их может быть очень много может быть как у меня может быть намного больше и я наверное знаете как начну начну я наверное с розовых хайлайтеров у них на самом деле не так много как кажется первый старичок я даже не знаю какой раньше появился у меня возможно ланком и девочки от у хайлайтеров я узнала по моему от подружки и сначала я очень переживала нужно или нет но потом я посмотрела американских и немецких блогеров увидела что они там вообще на тот момент было очень модно чтобы вот в рви класс хайлайтер были я знаете перестала переживать это в принципе мой единственный самый дорогой хайлайтер и опять же таки он был мне подарен здесь есть кисточка она неплохая и как видите я им пользовался очень часто и посмотрите все еще роза есть лишь правильно говорю это ланком блаж хайлайтер то есть это и блаж и хайлайтеру но я как хайлайтер использую тогда это ланком девочки покажу вам оттенок очень мелкий помол блесток практически здесь не видно если вам покажу даже для кого-то это будет аля яркая подсвечивающая пудра но вообще на лице девочки видно очень очень хорошо и перебарщивать не надо оттенок у нее вот реально очень розовый такой довольно классический розовый я бы так назвала и я до сих пор пользуюсь но сейчас у меня чуть-чуть вкусы поменялись но я его никуда не убираю он у меня так и будет в коллекции так ланком дальше розовый cream to powder я узнала об этой серии уже тогда когда по-моему стало известно что их снимут нет девочки не задолго как объявили что их снимут с производства и купила я я как-то даже смотрела на на вот этот весь стенд я их не замечала пока вот кто-то из блогеров не обратил мое внимание на соуглоу сказали о боже мой какие какие классные хайлайтеры интересная текстура тогда я пошла взяла цена была очень бюджетная и это тоже такой а-ля деликат смотрите вот по сравнению с essence ланком очень даже в рви глаз посмотрите как он отсвечивает а вот это essence хотя его не растушевываю так вот это конечно более такой розовый но действительно чуть-чуть это блаж чуть-чуть это румяна еще один это революшн из-за серии radiant light и и оттенок exhale его у революшн до сих пор по можно найти здесь есть зеркальца который мне не особо важно потому что я крашусь хайлайтерами дома и покажу вам оттенок очень такой приятный розовый и да его тоже можно как деликатный я использую как деликатный хайлайтер он можно кто-то может и как подсвечивающую пудру использовать девочки для вас почему-то они не очень розовые так следующие хайлайтеры которые я вам покажу давайте покажу белый опять же начну с углу а вот по-моему тоже он такой розоватый это девочки мислин sweet sweet cupcake это трио хайлайтер но я конечно не отделяю а смешиваю потому что выбирать вот здесь 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 это вот реально не моё это должно быть наверное какая-то очень малипусенькая кисточка я просто смешиваю оттенок очень симпатичные но не вырви глаз смотрите довольно нейтральный их было у мислин по моему 2 это была лимитированная коллекция если не ошибаюсь но по-моему я не ошибаюсь по а даже по-русски написано вы смотрите подсвечивающая пудра а хотя тут тоже написано что это подсвечивающая пудра или подсвечивающие пудры девочки я не знаю я называю подсвечивающие пудры все-таки деликатными хайлайтерами из этой же серии подсвечивающие пудра из-за лимитированной коллекции glow от essence но для меня это девочки все-таки деликатный хайлайтер посмотрите когда растушевываешь он не такой прям яркий но все равно я считаю что для пудры ну лично для меня на мой вкус девочки все-таки он ярковат для пудры и здесь из-за вкрапления он уходит немного в такой нейтрально-бежевый оттенок видите здесь вкрапление девочки конечно передать оттенки хайлайтера очень сложно особенно с моей камерой освещение у нас сегодня очень неплохое это соугло в белом оттенке их я пытаюсь кстати ну так деликатно до закончить потому что все-таки кремовые продукты хотя с ними ничего но я хочу хоть что-нибудь закончить из серии а-ля хайлайтеры и мне кажется вот это реально но я уже прошлую зиму зимой особенно люблю ими пользоваться прошлую зиму пользовалась пользовалась видите дырочка увеличивается в принципе идет расход но медленно может быть в эту осенью зимой и хотя здесь всего 4 грамма девочки да так давайте я покажу мои часто используемые хайлайтеры на данный момент мне нравится сейчас очень три хайлайтера из них вот этот я не так давно начала использовать а вот эти вот в принципе давно если вам нравится уходящий в персиковый довольно нейтральный хайлайтер то это про иллюминает от revolution да он так и называется про иллюминает он очень большой 15 грамм потому наверное мне так нравится им пользоваться девочки потому что здесь его очень много я знаю что он никогда не закончится и смотрите как я затерла здесь даже есть не знаю вам наверно не видно небольшая ямка я считаю что для хайлайтера при моем количестве хайлайтеров это очень хороший комплимент я сделаю вам сводчик вот здесь мне кажется видно что он так немного уходит в персиковый потон то есть у него ну да мне кажется это называется персиковый он не сильно золотистый и не розовый так как бы вам вот показать наверное будет две части девочки потому что да но сейчас я например нанесу revolution это skin kiss и оттенок golden kiss там есть еще розовый и есть еще белоснежная серия белые халайтеры девочки больше не покупаю потому что даже на моей бледной кожи они смотрятся инородно вот этот уже знаете на границе у меня есть такие довольно белые вот смотрите а вот этот реально голден кис так вот здесь по моему вам немного видно вот так да видно что вот этот более персиковый вот этот более такой золотистый но чтобы вам еще лучше было видно я возьму вот этот это фаворит конца весны который я забыла упомянуть это фаворит всего лета я обожаю от фридом оттенок glow называется про хайлайт так 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 давай концентрируйся вот девочки и это кстати если вот эти как-то поближе к вот этот вот этот больше ближе к мэри люменайзер но отличие у них есть девочки то вот этот это пени луминайзер и я вам даже больше скажу что на лице мне нравится вот этот больше как сидит но так они по один в один короче смотрите какой оттенок блин вот как бы вам показать чтобы было видно он не совсем зеленый а зелено-желтый как жемчужный оттенок если вы жемчуг видели давайте я вам сочи сделаю может быть так будет и смотрите я вот этот вот практически стерла вот здесь но его все равно надолго хватит смотрите интенсивность какая хотя блин девочки вот не знаю мне кажется на камеру они вам все одинаково смотрятся так вот это сейчас виден очень хорошо сейчас буду искать углы вот вот так по моему идеально не знаю девочки может это и не очень хорошее показывать не очень хорошая идея показывать хайлайтеры потому что если они примерно для вас как одинаково смотрятся то ну так дальше девочки давайте покажу вам сейчас классику тоже старичок сотру же эти хайлайтеры потому что сравнение я особо делать не буду так вроде стерлась хорошо не видно блесток минеральный хайлайтер high glow от катрис сейчас катрис выпустил еще два оттенка в магазинах у нас появился это оттенок 020 он выпустил 010 он выпустил 020 или 030 я в магазинах пока видела только 030 и оттенок 030 он слишком темноват и мне кажется по помолу почему то вот этот мне кажется деликатнее я не знаю планировали они так делать или нет вот этот светлый но он не белый девочки хотя сейчас на своче он выглядит снежным просто просто реально снежным но на лице зимой он смотрится не смотрится инородно не что-то из супер холодный белый хайлайтер нет и белоснежкам я видела видео девочек он очень нравится потому что он реально не отдает ни в какой слишком золотистый слишком розовый а вот такой светлый белый оттенок так этими девочки хайлайтерами я не пользовалась еще покажу покажу вам их так вот это специфически так и давайте я начну наверное вот это как немного как подсвечивающая пудра струб хайлайтер в оттенке everglow lights хотя я могу ошибаться девочки потому что я когда его получила по моему разочек просвотчила и спрятала потому что много хайлайтеров знаете да он идет я правильно запомнила он как подсвечивающая пудра смотрите вот как вот этот сверкает да отсвечивает а вот это просто подсвечивает у меня есть вся палетка вот такая я вам потом ее покажу так чуть тоже реальный реально господи более нейтральный оттенок я никогда не хотела палетку как это радугу потому что мне был слишком холодным казался оттенок и слишком ярким а вот когда начали снимать с производства вот этот я видела у одной девочки этот хайлайтер и она говорила что он нейтральный довольно и она ему им очень качеством довольно конечно за полную стоимость меня не интересовал этот хайлайтер но когда увидела что он стоит евро я просто не думая взяла здесь 10 крамову смешиваем и переносим на руку смотрите он такой немного жемчужным отдает и он реально он чуть более яркий чем подсвечивающая пудра и все таки он действительно довольно нейтральный и он не холодный что мне очень нравится даже вот этот мне кажется сворч лучше сделан лучше видно вот смотрите какая красота так девочки дальше vivid бейкет хайлайтер но бейкет они всегда ярче и это оттенок бейкет хайлайтер иллюминейта квит по-моему читается но это golden lights короче более такой золотистый который уходит и сейчас будет вырви глаз девочки смотрите вот это реально золотистый так как бы вам как бы вам показать чтобы был оттенок видно не знаю девочки лучше не будет мне кажется мне кажется на пальцы тоже не особо видно оттенок но он такой очень золотистый по сравнению с этим даже более он золотистый по-моему они очень похожи они очень очень похожи может быть вот этот так вот не соврать бы но вот этот по-моему более золотистый но можно вполне сказать что они почти один в один но вот этот еще как сказать возможно он перевы ну девочки ну я смотрю нет они разные то есть вот так вот можно подумать что одинаковые но вот этот более жемчужный здесь жемчужности нет он более такой холодный если я вот так вам покажу вы видите да вот сейчас по-моему видно вот этот более такой а-ля в желтоватый уходит вот этот в белый вот так мне кажется лучше всего вам видно вот изворачивайся как хочешь да мне кажется что вот так лучше всего видно и девочки он стоит по-моему 2 евро он периодически пропадает в секции распродажу революшн евро 88 я его покупала а вот этот по-моему по полной цене стоит почти 4 или 5 евро как-то вот так вот поэтому конечно выгоднее вот этот купить так это уже все я вам показала вот этот показала так остались специфические а нет вот этот так blossom glow девочки там есть и более знаменитые хайлайтеры у линейки но я девочки смотрела просто под свой тон кожи под мой тон кожи blossom glow подходит лучше всего но у меня сейчас палетка появилась там есть и этот оттенок и похолоднее и потеплее который тоже мне нравится на лице я вам потом в следующих видео покажу так а вот это прям такой розовый надо было его вместе с теми розами показывать сейчас я посмотрю какая разница с ланком девочки разница минимальная прикиньте я бы даже сказала вообще никакой вот мы с вами дюб нашли кто хочет ланком берите blossom glow это был ланком в оттенке blush highlighter 0 1 вот так он называется здесь номер но это девочки старая коллекция не думаю что у ланком есть может быть переначен переназван девочки вот мы с вами обнарушили дюб дюб копию аналог ну смотрите вот реально я не вижу никакой разницы вот здесь смотрю и у них помол может быть вот у этой помол более мягкий хотя вот на свотче не видно давайте-ка я растушу здесь растушу здесь 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 вот это наверное чуток остается ярче чем вот этот но разница у них реально минимальная девочки blossom glow вот так все не буду дальше акцентировать на этом внимание мне если честно не очень важно является это аналог не является но так любопытно в принципе то есть если я это запоминаю то окей хорошо мне самое главное чтобы хайлайтер вписывался в мой образ в макияж который я сделала и потом чтобы мне нравилось как он сидит в конце дня на лице это не всегда бывает факт иногда накрашусь мне очень нравится вечером прихожу и думаю господи это я так ходила весь день ну вот бывает такое потом мне есть от benefit high beam и девочки мне его дарили он где-то у меня затерялся потому что он маленький я его недавно откопала и думаю блин надо это расходовать в принципе это не сложно смотрите его можно даже как базу использовать такой нежный нежное свечение вам наверное не особо видно даже так ладно ну вот такой вот есть и есть champagne glow они по-моему по 2 евро что ли продаются у revolution в отделе распродаж это obsession марка и их линейка миксер можно подвешивать подмешивать в тональный крем там в консилер если вам хочется больше подсвечивающих эффект ну давай же так ой господи а вот теперь слишком много просто ну ладно так пойдет и вот этого бутылька хватит вам на очень долго девочки смотрите он такой более нейтральный оттенок есть еще потемнее и девочкам у меня такой у меня белая кожа с розовым подтоном немного и желтинки но в принципе я очень светлая но не белоснежка а есть если у кого-то потемнее кожа то есть там миллионер glow есть по-моему совсем светлый тоже вот не уверена насчет двух уверена а насчет более светлого не уверена так опять протрем девочки по-моему я укладываюсь неплохо я думала почему-то что я буду очень много разговаривать но так как я вижу что свочи вам не особо разница по свочам видна туда как-то быстро показываем так это была лимитированная коллекция от revolution 2018 года рождества марцепан хард я у меня был холодный но им я не пользовалась так вот этот есть еще который как бронзер есть который как халатер я себе ставила очень такой теплый но он так если я сейчас с халатером glow сравню нет вот этот поярче revolution будет у essence деликатнее свечение вот это revolution мне очень хотелось что-то такое в ретро упаковке девочки похоже на туфейст туфейст конечно первые начали в таких упаковках выпускать и revolution начал уже стиль немножечко копировать также в прошлом году я покупала на распродаже после хэллоуина вот такой вот хайлайтер я им девочки еще не пользовалась не знаю почему просто отложила и появлялось что-то что меня больше интересовало мне нравится вот этот скелетон череп я вам говорила девочки что у меня к смерти положительные ну к естественной конечно смерти очень положительные скажем как мексиканские немного есть мультик который называется то ли ума то ли мне так он понравился я подумал блин я вот так примерно все вижу смотрите он реально такой голографический зеленый салатовый очень красивый ну конечно я его потому наверное и не носила еще еще один специфический давайте положим так glow на распродаже я подумала за 5 евро я бы такой не стала покупать уходящий фиолетовый а за 2.50 по-моему я купила я подумала да за 2.50 классно и фиолетовый девочки он конечно в зависимости от вашего типа кожи может быть на таком смуглом лице это будет инородно смотреться но на более таком пледном как знаете как что как корректирующий ну есть корректирующие пудры они такого фиолетового оттенка я еще правда на лице не пробовала ну это свотч прямо фиолетовый фиолетовый смотрите мне кажется вам видно так 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 и последняя тоже одна из моих новиночек девочки это очень красиво это айхарт революшн линейку революшн которые вышли был там золотистый в виде ананасика и вот такие бананчика девочки я вот реально за несколько дней как сделать заказ или как получить уже его я ходила по магазинам и свотчила там Зоева я посвотчила еще какие то и я не знаю вот у таких марок мода сейчас на такие яркие хайлайтеры которые с блестками немножко и девочки вот 20 евро или по моему 5 евро хайлайтер стоил но вот этот вот золото бананчик вот этот розовый а если смешать то получается такой золотистый немного меня конечно больше розовый привлекает больше всего так вот этот золотой очень уж золотой а это такой с розовым подтоном золотой я не знаю как вам показать чтобы вы увидели видите сверкалочка прямо вот девочки все таки видео получилось не слишком прям длинным я очень-очень удивлена что я вам показала вот эту кучу за 26 минут все девочки всего вам хорошего и до следующего видео будет еще очень-очень много хайлайтеров всем пока-пока хорошей недели